И закончив институт кинематографии, я все равно мечтала попасть в театр и играть именно на сцене. И, к счастью, это случилось. Сразу после института я попала в Российский Академический Молодежный Театр, где уже пять лет работаю, и считаю, что театр... В общем, в моей жизни я на первом месте. А какие роли вообще сейчас в театре у вас? Мне очень повезло, я играю разные роли. И сейчас, конечно, для меня очень важен спектакль «Правила поведения в современном обществе», поскольку это моноспектакль, и он для меня очень дорог. Я, к большому сожалению, не видела спектакль, но очень много о нем читала. И читала то, что действительно вы держите зал. Сколько идет спектакль? Полтора часа. Полтора часа, и просто невозможно оторвать глаз. Спасибо большое за комплименты. В последнее время он стал даже идти еще чуть больше, потому что зритель не хочет отпускать. Вот и столкнулась с новой проблемой. Он растет, растет. А театр вообще, насколько я знаю, направлен на то, чтобы было много классики в репертуаре. Какие классические роли в театре у вас? Идет Достоевская. Это классическое произведение, но не классическое на спектакле. Этот спектакль наполовину пластический. То есть есть и драматические сцены, и пластические. Вот, то есть, скажем так, новое прочтение классики. Игра Аглайд. А вот как получалось, вы когда снимались в картинах, вы оставлялись это или все-таки просто правильно? Одно из основных условий для меня, когда я соглашалась сниматься в таком объемной работе, было, конечно, то, что я продолжаю работать в театре, играю в спектакли и выпускаю новые. Я не знаю, насколько правда, вот, может, вы сейчас и скажете, как раз говорили, что вам нельзя было ни во время съемок никуда не выходить, ни показывать свое лицо. А как же тогда вы играли в театре? Это миф, созданный журналистами. Вот, и человек, который думающий, мог в любой момент прийти в театр, и думающий, размышляющий, и увидеть там, в общем... То есть, в общем, ничего такого не было. Совершенно спокойно могли появляться везде, да? Конечно, и появлялась. А, как всегда придумано. Да. С мужем вы познакомились, я, насколько я понимаю, муж тоже играет актер театра, молодежного театра, и точно так же он был режиссером и в кино. Все-таки соединило вас, в конечном итоге, кино или театр? Театр, конечно. Мы уже... Я пять лет в театре, и четыре года мы вместе. То есть, это произошло достаточно давно? Да. Что в будущем сезоне планируется, не знаю, нового, какие-то премьеры, которые можно увидеть с вашим участием? Сейчас мы репетируем трилогию Тома Стопорда, «Берег утопия». Он написал три пьесы о русских. Даже так? Да. И ему очень важно, чтобы это сыграли русские артисты, поэтому он приезжает к нам с какой-то периодичностью, уже полгода идут репетиции. Он был у нас на читке пьесы. Сейчас в июне, перед тем, как мы расстались, он смотрел уже какие-то сцены срепетированные. Я думаю, что этот спектакль выйдет, эти спектакли. Это будет идти в три вечера, выйдет где-то в марте, в апреле. Вы можете с ним лично общаться? Вы знаете язык? Или все равно это все происходит через переводчик? Ну, конечно, переводчик необходим. Ну и личное общение у нас было. Чем он отличается, когда режиссер иностранец? Чем он отличается от других режиссеров вообще, в принципе? Что в нем такого? Вы знаете, человек творческий, неважно, говорит он с тобой на одном языке или нет, все равно у нас существуют контакты. Тем более нас объединяет одна работа, поэтому я каких-то таких различий, в общем-то, кардинальных не заметила. Если вернуться к вашему киноработе, особенно к этому сериалу, который все с большим удовольствием смотрели и закончился он совсем буквально недавно, чем ваша героиня на вас все-таки похожа и в чем вы совершенно разные? Я, как и моя героиня, очень... целеустремленный человек. То есть мне очень важно поставить перед собой какие-то задачи и идти к их разрешениям. Вот, скажем так. Наверное, в этом и похоже, потому что она не отступает, она не боится, она знает, чего она хочет. Я стараюсь точно так же идти по жизни. А разные, да во всем остальном, очень разные. Ну что, я хочу вам сказать огромное спасибо за то, что вы пришли к нам сегодня в студию. Вам пожелать больших-больших творческих работ в театре и в кино, конечно, в том числе. Мы надеемся, что вас увидим еще и придем к вам на спектакли, на новые, в том числе и в кино также. Так что спасибо вам огромное. Дорогие друзья, мне осталось напомнить, что в гостях у нас сегодня была актриса Нелли Уварова. А мы сейчас с вами знакомимся с последними новостями к этому часу в эфире события «Время Московское». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!